Всегда очень интересно, как создается совершенно новый формат. Страна таланта, формат которого не было еще никогда. И присутствовать при создании этого формата это отдельное удовольствие. Оставайтесь с нами, ведь каждый день у нас происходит что-то совершенно необыкновенное. Это Backstage White Media. Продолжение следует... Все есть. Чао. Все есть. Как ты? Все хорошо? Все хорошо. Давайте мы сейчас найдем общий язык. Не, ну давай. Русский, итальянский. Ну ладно. Переключаюсь на русский. Сегодня на русский. Все-таки выучил. Сложно было. И, кстати, надо признать, что в силу того, что уже не первый год вы с нашим продакшеном, что вы сидели на стене, внуков все вместе, и уже все вас хорошо знают, любят и ценят, но это отдельная история. Все за кулисами не перестают восхищаться тем, насколько более разнообразным, ярким, красочным и стройным стал ваш русский язык. Сложная задача выучить русский язык. Он настолько богатый, сколько сложный. Но что делать? Видишь, в свое время я полюбил Россию, хотел с вами общаться, не знал как, пришлось выучить. И ваш язык для меня был как некий челлендж. Я думал, это один из самых сложных языков на свете. Это крутой челлендж. Тем более, у вас алфавит такой, да, кириллица. Вот так прикольно. Вот я сначала ассоциировал буквы, например, там, Ю. Это рыбка для меня была в голове. Ну, Ю же как рыбка. Буква Д, домик. Домик, правильно, да. Ну, короче, с помощью ассоциаций, вот как раз я немножко начал развивать знания русского. И потом с моими путешествиями, с передачей «Поедем, поедим», я уже, да, объездил всю Россию и немножко исчерпал туда-сюда, туда-сюда. Точнее, взял немножко. Развивал мой русский с моими путешествиями. А ты смотришь так на меня, как будто, что он там говорит? Я вообще его не понимаю. Нет, я прекрасно понимаю. Я просто восхищаюсь, честное слово. Полиночка, здравствуй. Как твое настроение? Вообще, ты только что спустилась со сцены. Первые эмоции твои. Я очень счастлива, что появилась в этом проекте. Я очень рада и довольна своим выступлением. Я все фишки, все задания, все комбинации, я все сделала. Я очень этому рада. Я благодарна членам жюри за высокую оценку, за оценку моего номера, эмоции, постановки. Правда, спасибо огромное этому проекту. Я очень счастлива, что оказалась здесь с вами. Ты сказала, что очень хотела, чтобы дали слово твоей группе поддержки. Расскажи мне, пожалуйста, про тех людей, которые сидели с тобой в зале, которые пришли тебя поддержать. И вообще, может быть, у тебя как раз есть сейчас шанс сказать им какой-то, передать привет, благодарность за те знания, которые они тебе подарили. Меня в зале сидит и поддерживает меня моя лучшая подруга Ксения и мой хореограф Оксана Борисовна. Очень жаль, что у них не взяли интервью. Это моя поддержка. Я знаю, что они сидели в зале, переживали за меня. Я видела их взгляды. Я видела, они вот так кулачки показали. Кулачки держали. Я знаю, что они рядом со мной, и мне от этого становилось лучше. Спасибо, что вы рядом со мной. Еще особенно хочу поблагодарить свою маму за то, что она всегда рядом со мной. Давайте, у нас как раз за кадром есть возможность наконец-то позвать нужных людей. Пойдемте. Вот подруги, я так понимаю. Вот тренер. Давайте, хореограф, давайте. Мама у нас стесняется. Мама спряталась за кадром. Полина у нас тут расстроена, что вам не дали слово. Вот мы вам даем слово. Скажите, что вы нам можете сказать. Вы знаете, первое, что я хочу сказать, это что я очень горжусь, что мы сегодня здесь, что Полина выступила так замечательно. И вообще всем происходящим. Полина вообще очень целеустремленный и талантливый человек. И что бы мы с ней ни делали, это всегда происходит профессионально. Поэтому я очень рада, что она сегодня здесь, она это заслужила. И я желаю ей только творческих успехов. А то, что сказал Александр по поводу музыки, вы знаете, нас учили, что нужно прикасаться к прекрасному. Так вот, я считаю, что вся моисеевская музыка, это прекрасно. Поэтому к ней надо прикасаться. Расскажите вообще, каково это сидеть в зале, когда наверняка нервы просто сдают. Я удивляюсь, как Полина это выдерживает, если честно. Потому что я подскакивала. Очень волнительно, да. Каждое движение ты знаешь и думаешь, так, здесь вот аккуратнее, здесь вот надо досчитать. Она молодец, что она с ним справилась, а мы уж что, мы только ее поддержка. Расскажи мне, пожалуйста, свои эмоции. Вообще, ты первый раз на таком проекте. Как у тебя вообще ощущения? Да, на этом проекте я первый раз. Ощущения просто прекрасные, я в восторге. Я, когда смотрела на Полину, тоже очень волновалась. Собственно, мы с Полиной знакомы очень давно. Мы ходили вместе в Ясли, то есть уже с двух лет мы дружим. И вот на протяжении 15 лет наша дружба продолжается. И я знаю, что Полина танцевала всегда, абсолютно. То есть, ну, это правда, что она танцует 24 на 7. Если спросишь, Полин, что ты делаешь там в выходные? А она говорит, ну, я на конкурсе. Я такая, ну, давай, Полин, удачи. И когда она меня пригласила на этот проект, я с удовольствием согласилась. Потому что я понимала, что поддержать подругу – это очень важно. И то, что сказала Оксана Борисовна, я полностью с ней согласна. Полина очень целеустремленная. И она вот прямо идет к цели, переступая все преграды. Спасибо вам за такую классную поддержку. Невероятно ценно. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Ура! 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 Вы говорите, что для вас это вызов был? Это действительно очень сложно, потому что наши дети это учат, когда язык, господи, склонение туда-сюда, как это вообще работает? Да, но представь себе, латыни, мы придумали падежи, поняли, что это абсолютное мучение, специально отказались от них, как раз на итальянском языке сегодня не существует. Но русские не ищут никаких путей, да? Да, русские не ищут никаких путей. Мне пришлось, всем придется в Италии изучать хотя бы один год латыни в школе, это обязательная тема, потому что это корни нашего языка. И мы все мучились этими падежами. Когда закончил этот год обучения латыни, мы все так обрадовались, я в том числе, что мы больше никогда не встретим эти падежи. Приехал в Россию спустя несколько лет, и кто встречает, падежи. Здравствуйте! И тут... А знаешь, почему это сложно? Потому что, смотри, хочешь выучить, допустим, итальянский, одно слово и пять предлогов. Смотря какой поставишь, там разные падежи сформируются. А здесь придется изучать. Первое слово, потом все падежи, потом множество числей, все падежи. И это каждое слово, получается, еще 20 дополнительных надо изучать. Короче, это взрыв мозга. Зато говорят, что вроде справляюсь, поэтому очень приятно. Это абсолютно правда. Кто вообще придумал позвать вас сидеть в жюри шоу «Страна талантов» на НТВ? Кто был этот прекрасный человек? Не знаю, могу ли сказать, это секрет. Можно, да? Почему нет? Вот, дорогой сеньор Вайнштайн, муа, граци. Это красиво звучит, да? Сеньор Вайнштайн. Алло. Нет, конечно, можно Тимур Леонидович. Но сеньор Вайнштайн, граци. Перки, он, мне говорят, что активно, самостоятельно он общался со всеми другими моими руководителями, чтобы они нашли способ мне немножко освободить график от съемок «Поедим-поедим», чтобы я здесь присутствовал. Ну, мне говорят, что он очень стремился к этому, поэтому, тем более, граци еще раз. Он мне сказал, что почему так он стремился, потому что он хотел как раз увидеть реакцию от человека, которому не свойственно с детства смотреть на все эти выступления, на родную музыку. Я же все равно не русский, хотя знаю Россию очень глубоко. Все равно. Я стремлюсь и стремлюсь. Хочу обрусеть, пытаюсь, я окунулся в проруби. Сколько хрен ем сейчас. Я стараюсь по-всякому. Гречку полюбил. Я стараюсь обрусеть. Но все-таки, понимаешь, я с детства не видел фольклор русский. Поэтому все равно. Реакция будет максимально первонастепенная. Наверное, будет максимально отличаться от остальных членов жюри, потому что они же знают, что такое народная музыка. Она отличается, это правда. И я, как вижу, функция ваша еще среди членов жюри в том, чтобы все это прощупать на себе, на плясках. Вы сегодня чуть не порвали штаны. Да, но и в прошлый раз тоже. Я считаю, что Алексей Воробьев вас не предупредил, потому что однажды на съемках «Ты супер!» он такие штаны порвал. Порвал, да. Я тоже подумал, что опасно то, что делаю, но все-таки... Но очень хотелось. Не, ну да, очень хочется. Такая девушка куда-то. Обалденное выступление, иногда порыв эмоций, такое, что все, не могу, дайте мне пробовать, дайте мне... Действительно так есть. Вот, то есть я не только это делаю с едой, с моими путешествиями, с моей передачей. А вот именно культуру хочу щупать, почувствовать на себя. Приехали на медведях. Уедем на медведях. Параж! Татьяна, малышку, чтобы тоже не зажать, вы только что вышли со сцены, дочка подбежала к вам со словами Я очень хочу, чтобы это было в финале, она была в восторге, а вы были с собой немножечко недовольны Рассказывайте, что не так Ну, я немножечко подрастерялась, ну, скажем, технические моменты, в плане звука, слетали наушники, вот это вот технически, оно, конечно, немножко влияет психологически Ну, ничего Это большая разница, да, когда это, на репетиции же все проверяется На репетиции ты можешь стоять на сцене, все, конечно, поправить, все прочно, на это есть время А тут вставил, вышел, и оно... Ну, не страшно, но это все равно опыт полезный Ты заметила, что что-то было не так? Я ничего не замечала, все было идеально И мы, собственно, мы ничего не заметили, что что-то было не так И вот действительно устами ребенка всегда околит истина Так что это... нюансы были видны только вам Нам все показалось идеально совершенно Спасибо большое Алексей Воробьев сказал про то, что вы слушаете на SD-дисках, но тем не менее, если по-серьезному Действительно, если говорить о релаксации, о каком-то воссоединении с природой, с музыкой, где? Где вас искать? Может быть, на Ютубе, на Ютуб-канале, хотя у меня не так уж там их много, но... Но есть, да? Да, да, можно на Ютуб-канале Ищем Татьяну на Ютуб-канале обязательно И наслаждаемся невероятной музыкой Ты мне скажи, ты музыкой уже занимаешься? Да, второй класс музыкальной школы И на каком инструменте? На... я пою Какой у тебя вокал, расскажи Эстрадный вокал Эстрадный вокал А у вас есть уже какой-то, может быть, номер совместный? Мне кажется, вам уже пора готовить Ну, вы знаете, мы на всех школьных вечерах и утренних, когда, и на конкурсах мы выступаем Мы с тобой вместе еще сделали «Ветер перемен» А, да Да, да, да Песня «Ветер перемен» И разные по тематическим праздникам, которые проходят у ребенка, у дочки Ну, мы ждем больше ваших видео на Ютубе Весное мнение действительно достойно внимания и восхищения зрителей Спасибо большое Спасибо Спасибо, очень приятно Спасибо тебе большое Вот это поддержка Вообще, на самом деле, уже достаточно поздно И детям не просто дается в группе поддержки Но, я думаю, ты даже не заметила, как пролетело это время, да? Нет, не заметила вообще Она у меня опытная Профессионала Профессионала, да, 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 за полистью В общем, да, с одного месяца, когда ей было один месяц, она уже была со мной на сцене О, умничка Какая прелесть Спасибо вам огромное Спасибо 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 Благодарю Правда, сказочно Мне кажется, вот это вот то слово, которое абсолютно ассоциируется стопроцентно с вашим творчеством Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok До этого когда-то приходилось, ну, понятно, все вместе среди сотни сидеть Но вот в таком, получается, сокращенном У нас народные артисты сидят в жюри И у нас какие-то невероятные там личности мощные Да, очень И каково это сидеть в жюри? Во-первых, большая честь, я смотрю рядом, рядом со мной стоит Мадонна русского фолклора, понимаете? Вот Мадонна народной музыки России, народного фолклора Поэтому, конечно, рядом с Надеждой Бабкиной я чувствую себя вот таким маленьким-маленьким Ну и все остальные, конечно, намного более опытные, чем я, особенно на телевидении Поэтому большая честь Потом еще наступает чувство благодарности Потому что я все-таки не могу не вспоминать каждый день, что вот Россия, она открыла для меня все эти возможности Именно Россия открыла для меня все эти возможности Где бы я ни жил, в Европе, в разных странах, еще подальше, где-то туда, на Западе Все равно именно Россия открыла для меня все эти возможности Поэтому вот честь, благодарность, вот, это круто. Спасибо вам большое. Мы, когда вошли разговаривать с Федерикой, мы зашли в студию, все члены жюри быстренько куда-то убежали, пока у нас коротенькая пауза и выставляет следующий номер, то вы делали в этот момент. Вот не скажет, потому что скромный человек ходил и делился своим вентилятором с людьми в зале, потому что им жарко. Да, нам здесь жарко. Потому что он говорит, мне жарко, вам, наверное, тоже жарко. И ходил, давал вентиляторы добрым людям, которые надо сейчас будет вернуть. Не, ну пускай, пускай. Нам жарко реально тут, не знаю, почему так. Я представляю, они сидят, еще кто-то в кофте. Я думаю, вам точно должно быть жарко. Поэтому вот вентилятор, вот сейчас покажу. Так. Вот. Так, вентилятор. Нам предоставляли вот такие маленькие вентиляторы. Вот тут включаешь и немножко так освежишь себя. Помогает? Да, чуть-чуть помогает, приятно. Поэтому я подумал, что им приятно. Вот, как раз второй в руках, я пойду раздавать. Пойдемте, да. Да. Еще забрали, да, вы у Александра? Так, я нашел второй. Давай, 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 пока никого нет, пока никто не смотрит. Ты куда? Да. Ты не вентилятор. Смотрите, наш главный модератор. Пока есть время. Идите, говорит, дышите. Нечего вам тут дышать, идите там дышите. Бабе, я тоже сбегу поддышать чуть-чуть. Давайте, чуть-чуть. Две минуты. А потом заберет вентилятор. Две минуты, все, ругают. Быстро только, да. Две минуты, говорят. Очень строго, очень строго. Не глядя просто, две минуты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ